Сегодня день обрезания Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня день святителя Василия Кисарей Каппадокийского Чудотворца. Сегодня также и уже наступивший, как его называют, старый русский Новый Год. И за всем этим мы должны видеть благодеяние Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Господь принимает обрезание для того, чтобы исполнить всякое правило Ветхого Завета. И потому принимает этот обряд обрезания и позволяет его исполнить над собою, для того, чтобы никто не сказал, что Христос был призрак, что Он был некий дух, что Его как бы и не было. Он исполнил все, что было положено по Ветхозаветному законодательству. Чтобы никто не сказал, что вот Он нарушил хоть одну заповедь Ветхого Завета. Но Новый Завет Господь открывает нам в великой славе и силе Своей. Ибо закон дан нам через Моисея, благодать же и истина через Господа нашего Иисуса Христа, говорит святой апостол Иоанн Богослов. Христос упраздняет эту кровавую жертву, часть плоти человеческой, мужского рода, и заменяет всецело Своей жертвой и пролитой на кресте Своей крови. И в Новом Завете все христиане уже не совершают Ветхозаветного обрезания. Но исполнение закона Иисусом Христом Ветхого и упразднение Оного сегодня и прославляет Святая Церковь. Сегодня мы вспоминаем память святителя Василия Великого, который всю свою жизнь посвятил служению Господу. Его мудрость, Его знания, Его опыт, Его умение, Его любовь была обращена на единое проповедь евангельского благовестия. Мы с вами понимаем, что и годы летят, и минуты ускользают, и время течет, пролетая мимо нас аки крылами. Жизнь наша сокращается, час смертный приближается, но за этой временной жизнью нас ожидает Христос. Вот потому, дорогие, сегодня в день этого уже по старому календарю Нового года мне хотелось бы обратить ваше внимание на сладчайшее имя Господа нашего Иисуса Христа. Если мы сегодня зайдем в дом даже христианский, то не всегда мы увидим на видном месте, как сейчас говорят, в красном углу, святые иконы, где в центре Спаситель мира Христос, пришедший в этот мир ради нашего с вами спасения, ради того, чтобы избавить нас от греха, проклятия и смерти, об этом возвестил Ангел Господень, что Он людей своих избавит от грехов своих. И если это свои люди, то они почитают Господа в образе, перед образом Спасителя горит лампадка. Но у кого сегодня можно зайти в дом и в благоустроенной квартире с мебелью, где есть непременно телевизор, где наверняка есть компьютер, где есть все необходимые удобства, микроволновка, стиральная машина и многие другие современные бытовые удобства. А лампадочки у иконочки Спасителя увидишь далеко не у всех. А что значит лампада у Спасителя? Это горящий огонек нашей веры. Меня нет дома, Господи, но огонек моей веры у Твоего образа горит. Я сплю, ложусь отдыхать, а ночью пусть горит этот свет моей кроткой молитвы и моей любви к Тебе. Вот почему христиане всегда держали в своих домах икону и затеплили и зажигали образом Спасителя Божьей Матери, святых угодников, тех, кто угодил Иисусу Христу, все остальные потом и слева, и справа, и ниже, но на главном месте всегда должен быть Христос. Если мы подойдем к книжному шкафу, даже христиан, сколько мы только не найдем там книг, журналов, но сколь мало книг о Христе, о чем угодно, научная литература, всевозможные фантастики, а тем более теперь, как сегодня издаются книги о всем том, о чем и вспоминать-то не положено. А где же Священное Писание? Где Евангелие? Где Святая Книга Библия, которая должна иметь закладку, которая должна читаться каждый день, хоть понемножку? У христиан она где-то там в шкафу, среди вот этого всего, так называемого, книжного ряда. Хотя она должна быть как раз там, где Христос, где горит свет, там должна быть Святая Книга Бога. Это живая книга. И как сам Наполеон Бонапарт скажет, вернувшись во Францию, разбитым и побежденным, склонившись над этой книгой, он вспомнит и произнесет эти слова. Библия – это не просто книга. Это живая книга. И всякий, кто отворачивается от нее, ею же и наказывается. А у нас с вами нет времени. У нас же есть время на зарядку гаджетов, телефонов, просмотр лент новостей, напечатать, написать. А если послушаем или почитаем, что мы пишем, о чем мы разговариваем, на каком месте у нас Христос. Еще блаженный Августин говорил, пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем. О Боге ли мы разговариваем? О Христе ли пишем? С христианскими ли праздниками поздравляем? А если поздравляем, то опять какие-то чашечки, цветочки, какие-то песенки шлем. Каждое сообщение нужно стараться преобразить в прославлении Господа. Премудрый Соломон скажет, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Не случайно сам Христос говорит, кто призовет имя Мое, спасется. Как важно нам почаще призывать имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему монахи не расстаются с четками. Это не просто такие веревочки они носят на руках. Они каждую перебирают, каждый узелочек, каждую бубушку с молитвой Иисусовой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Женщины говорят грешную. У нас все эти плетут женщины для фронта. Каждый узелочек с молитвой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, помоги нашим ребятам. Спаси Господи Иисусе Христе, Спаситель. Ведь именно эти слова сказал ангел пастушкам. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. Он и Мессия обещанный. Он и Спаситель ваш. Так почему же мы с вами так редко призываем Его Святое Имя? Давайте, дорогие братья и сестры, в наступившем уже календарном новом году положим себе на сердце прожить год со Христом. С именем Его на устах едешь, готовишь, отходишь ко сну, просыпаешься, первым делом вспомни это Святейшее Имя, как крепкую башню, и будешь безопасен. Прибегайте к этому Святому Имени, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, а мы призываем кого угодно, с утра слушаем что угодно, музыку, развлекаемся, просматриваем опять какие-то веселушки, какие-то там ролики. Где Христос? Он должен у нас быть в сердце, в уме, в жизни, на языке и перед глазами. Придем домой. Мы не просто пришли домой, сняли верхнюю одежду, а поклониться Господу Иисусу Христу. И всегда в доме христиан есть икона уже на видном месте. А иногда даже придешь в христианский дом, и мы приходим, батюшки заходят к кому-то в гости, и на раз так руку занесешь, а где у вас вот образочек? А, ну да, ну да. Мы же современные люди, у нас все евроремонт, у нас сегодня много евро, о Господу Иисусу Христу. А у меня в спальне там есть батюшка. На первом, на видном месте, перед глазами, при встрече, при расставании всегда произносите это спасительное имя. Дети пусть слышат ее, потому что они вырастают, не слышат даже о Христе, они вырастают, а кто-то такой. Вот представьте, в каком ужасе мы растем. Мы хотим, чтобы в России все было по-божьему. Мы хотим, чтобы мир у нас был, чтобы экономика у нас остановилась. Пока не вернемся к Богу, ничего у нас не получится. Вот потому, дорогие, есть такие еще одни замечательные слова у иеромонаха Романа, которые я вам прочитаю. Без Бога нация, толпа, объединенная пороком, или глуха, или слепа, или что того страшней, жестоко. И пусть на трон взойдет любой глаголище высоким слогом, толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. Давайте всем миром, всей страной обратимся к тому, который родился ради нас и ради нашего спасения, который есть Господь, Мессия, Христос, Спаситель. Это ангелы сказали, даже не люди, не священники, не архиереи нам об этом открыли. Ангелы сказали, ныне вам родился Спаситель, Христос, Господь. И веруя в Него, не постыдимся. Поздравляю всех вас с этими праздничными событиями. Хочу пожелать, чтобы этот год, 2024, а он будет непростым, дорогие братья и сестры, чтобы почаще мы призывали имя Иисуса Христа, чтобы на себе носили крестик с распятием Иисуса Христа, чтобы в сердце нашем было имя Иисуса Христа, как у Игнатия Богоносца, когда даже разрезали сердце Ему, а у Него золотыми буквами сияло имя Иисус Христос. Вот чем жили святые, почему святыми и спасенными обретались. Потому что всю жизнь свою, как поет Святая Церковь, сами себе и друг друга, и весь живот всю жизнь свою, Христу, Богу, предадим. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами. Аминь.